Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Гандбольная лада усилилась игроками национальной сборной России. Воронежскую акваторию покорила грибная сборная 63 региона. Самарские легкоатлеты привезли медали со спартакиады учащихся. В Саранске Мордовия прошел финал летней спартакиады учащихся по легкой атлетике. Более 500 спортсменов разыграли комплект наград. Самарская сборная удостоилась трех медалей. Чемпионкой спартакиады в метане молта стала Софья Палкина. Спортивный снаряд улетел на 68,5 метров. Дальше всех в длину на 7 метров 35 сантиметров прыгнул Евгений Тимофеев. Серебро в тройном прыжке, результат почти 15 метров завоевал Валерий Марков. В итоге в общекомандном зачете по 47 видам спорта Самарская область заняла 9 место. В Воронеже финишировало первенство России по гребле на байдарках Эканоэ. На старт вышли юноши и девушки от 13 до 16 лет. Сначала на 200-метровой дистанции бронзовую медаль привез на байдарке Дмитрий Малютин. Успех подхватило на 5 километрах Александра Обухова на Каноэ. У нее серебро. Данила Пискорский на этой же лодке занял 2-3 места, преодолев 200 и 1 тысячу метров соответственно. Чемпионом страны стал Михаил Востриков и его золотые 500 метров. Гандбольная лада заключила контракты с двумя игроками национальной сборной России. Ольга Акопян и Дарья Дмитриева в прошлом сезоне выступали за Волгоград. Но проблемы с финансами в динамовском клубе позволили перекупить мастеров ручного мяча в тольяттинскую команду. Теперь, по мнению главного тренера Ливона Акопяна, состав автозаводцев существенно усилился. Пара Волгоградок тактически обогатила игровой потенциал лады. С другой стороны, в межсезонье покинули спортивный коллектив 6 игроков. Из них 3 голкипера. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.